Телеканал 24Doc и журнал Hello представляют. Молодая, красивая, цветущая, мега популярная, талантливая. Первый такой настоящий американский секс-тимбл. Я спросил, какая у вас цель? Она ответила, стать звездой. Ну, конечно, это женщина эпоха. Она знала, когда ей надо быть американской звездой и секс-символом Мэрлин Монро, а когда можно быть и самой собой. Это детство, это бедность, это отсутствие родителей, смена каких-то приемных семей, детские дома, постоянная нехватка одежды, еды и так далее. Это все, конечно, ее закалило и дало определенный заряд прочности на вот этот первый шаг. Первой детской осознанной мечтой было стать актрисой. Я годами притворялась, пока не стала работать. Это было совершенно что-то удивительное для достаточно чопорных нравов того времени, и это было достаточно откровенно, потому что все-таки большой экран не завоевывала до того момента такая откровенность. Она просто говорила «Да, я спала с продюсерами». Все это делали. Мне было 25 лет, когда Занок велел всем своим продюсерам подыскать для меня роли в своих фильмах, и я стала появляться в одной картине за другой. Меня преследуют мужчины. Правда? Я не понимаю, почему. Она удивительно трудоспособный человек, очень самокритичный, умеющий, очень чуткий, как сказал Ли Страсберг, самая чуткая актриса. Он ее назвал среди трех или четырех самых чутких актеров, включая Марлона Бранду. У нее не было природного таланта и актерской легкости, как у других актрис. Спорить с этим бесполезно. Но она боролась с собой каждый день, чтобы выдавать хорошие результаты. Для нее игра была борьба. Где же огнетушитель? Да, мне говорили, что вы глупа, но что-то мне так не кажется. Я могу быть умной, когда это нужно, но большинство мужчин это не любят. Время действительно ждало своего героя. И она была полностью олицетворением этой эпохи. Но то, что действительно ее очень мучило и в конце концов, как я думаю, погубило, это, безусловно, то, что ей не давали раскрыться дальше. Одна, одна. Я всегда одна, несмотря ни на что. Мэрилин Монро, кинозрители Америки признали вас самой популярной актрисой этого года. С одной стороны, сначала она к этому долго шла, да, она создала этот шедевральный, совершенно законченный образ, а с другой стороны, ее штамповали просто безбожно именно вот в этой роли. Она фактически играла одну роль всю свою жизнь. Если вас когда-нибудь спросят, какая я была, какая Мэрилин Монро была на самом деле, что вы скажете в ответ? Ей постоянно давали понять, что вот этот вот сумретка, вот этот вот образ, да, конечно, все, но драматическая героиня, это все-таки будет, я не знаю, там, когда-то там Грета Гарба или там Элизабет Тейлор, но не она. Как же его надеть на шею? Не на шею, дорогая, на голову. Вы, наверное, думаете, я вчера родилась. Эти ярлыки и вот это вот постоянное сопротивление, доказывание всем, что она стоит большего, вот это, мне кажется, послужило как бы основной мотивацией к такой депрессии. Как бы я хотела умереть, просто уйти отсюда. Она отправляется в своего рода санаторий, больше похоже на отель, отдохнуть. Может быть, мне никогда не удастся делать то, что я хотела бы, но, по крайней мере, у меня есть надежда. Когда над ней в клиниках издеваются и предлагают ей вышивать крестиком или там вязать, ну, как можно настолько не вникнуть в природу ее вот души и как можно было навязывать ей какие-то непонятные занятия, я предполагаю, что они могут ее излучить. О, черт, как бы я хотела быть мертвой, не существовать, уйти отсюда далеко и навсегда. Да, им было проще говорить, потому что она такая сексуальная. Ну, так будьте такими же сексуальными, в принципе, кто мешает? Мне кажется, самое счастливое время моей жизни прямо сейчас. У меня есть будущее, и я жду его, не дождусь. Камера! Я хочу поблагодарить всех кинозрителей. Спасибо вам большое. Я считаю, что это вот чудовищная зависть окружающих не давала ей этого следующего шага, к которому она, может быть, шла всю жизнь. Мисс Монро не будет давать комментариев.